Все мы наслышаны о церемонии красной ковровой дорожки, где звезды мира одевают наряды от лучших дизайнеров, чтобы быть неотразимыми, непохожими и самыми обсуждаемыми. Это проект-платформа Ялтная Мельбекова, и мы начинаем. Добрый день, дорогие дизайнеры! Вот теперь у вас осталось 6 человек, и сейчас вам точно так же дается, как и раньше, 6 часов, и в течение 6 часов вы должны создать следующий образ, образ для красной дорожки. Удачи! На этот раз дизайнерам предстояло раскрыть тему блеска, роскоши церемонии красной дорожки. В течение 6 часов им нужно было создать небывалый образ соблюдения всех технических требований шитья, и наши дизайнеры за новой идеей вновь направились в просторы Академии художеств. Уважаемые дизайнеры, я очень надеюсь, что вы закончили свои образы на тему философия. А если вы не закончили, тогда, к сожалению, я должен сказать, что время вышло, и вы должны остановиться на тех этапах, на которых вы дошли. И желаю удачи! Увидимся на показе! Сегодня судьбу дизайнеров будут решать состав жюри. Давайте представим их. Специальный гость Асель Хадрибекова, певица. Виктор Мишева Гульмира, член Международного союза дизайнеров. Алим Сиребров, стилист. И Анни, дизайнер, представитель бренда Эльдаджок. Дизайнеры, добрый вечер! На этой неделе вам надо было создать образ для красной ковровой дорожки. Очень интересно, что из этого получилось. Давайте перейдем к самому показу. Мы начинаем! Дизайнер Дин. Образ обычного силуэта. Образ сделан под модель с сочетанием цветовой гаммы и капельками геометрии, то есть четких линий. Дизайнер Сииль. Назначение образа на небольшую вечеринку, сочетание тяжелой графики и летящей юбки со шлейфом. Дизайнер Айгирим. Задумано было создать образ дивы. Она женственна. Брюки с разрезами и манящее женское белье не оставит никого равнодушным. Суть красной дорожки выделится как можно ярче всех, но при этом показать, что она прекрасна. Дизайнер Айбик. Женский образ предназначен для церемонии премии. Для певицы, которая проходит под рожкой со шлейфом, которую может снять и выступать на сцене без шлейфа в комбинезоне. Субтитры создавал DimaTorzok Дизайнер Улан. Платье в золоте на красной дорожке. Вдохновлением образа для дизайнера послужила пирамида и архитектурные здания. Цвет платья очень блистательно, это всегда модно и очень популярно. Дизайнер вдохновился на королеву-злодеку в стиле готика. Перед дизайнером стояла непростая задача – не просто блеск на красной дорожке, а работать в своем направлении. Эти три комплекта брюк с разрезом на области бедра и ягодиц, обработанные замочком, бюстгальтер со шлейфом и пончо с портупеей с кожаными ставками – все в целом строгий стиль рок. Редактор субтитров А.Семкин Пригласим первого дизайнера, победителя прошлой недели, Дин и его модель. Дин, наверное, такая цветовая гамма никого не оставит равнодушным. Почему именно такой образ ты выбрал на красную ковровую дорожку? Расскажи поподробнее. Здравствуйте, уважаемые жюри. Этот образ я решил создать из-за сочетания материалов, которые я выбрал. И также из-за того, что я работаю с четкими линиями. Решил добавить чуть-чуть своего стиля, как обычно, когда я что-то делаю. Например, вот эта линия или сеточка даже, которая как шлейф тоже четкой линией добавлена. Вот. И больше вот моего стиля. И так как образ на красную дорожку, хотел, чтобы он, ну, блистал, чтобы видели. Видели. И еще знаю то, что моя модель поет, ну, подумала то, что, возможно, это платье будет на ее красную дорожку, где она победила какой-нибудь граммофон или что-нибудь такое. Давай мы знаем, подыши ли обошелся твой образ нашим экспертом. Аселя, что скажете? Я не профессионал. Главное, чтобы это удобно сидело. Надеюсь, удобное платье. Пока что я ничего не могу сказать. Ни хорошо, ни плохо. Это тоже хорошо. Что скажете? Ну, такой вот новизны в этой модели я не вижу. Вот. Ну, сочетание тканей он, в принципе, нашел правильно. Есть перерывы блесков. Вот. И сам силуэт, он очень четкий. И я думаю, образ очень интересный получился. Образ подходит к модели, которую он предложил. И единственное, конечно, пропорционально немножко. Или надо было чуть меньше верхнюю часть, чуть длиннее нижнюю. Немножко в пропорциях есть минусы. Хорошо. Алина? Ну, Дина, во-первых, это красная дорожка. То, что ты сделал, идея, это очень хорошо, но мне не совсем нравится. Это обычное платье, это можно провести в любом магазине. Мне кажется, как дизайн, это могу создать еще лучше. Угу. Ну, есть к чему стремиться. Что скажет Аня? Я считаю, что основной атрибутикой красной ковровой дороги является это шлейф, в первую очередь. Это блеск, это сексуальность, это образ. Я считаю, что мне особо придираться не к чему. Я могу сказать, что все нормально. Угу. Угу. Есть силуэт, есть, я не знаю, формы. Можно выделить ее, там, я не знаю, бюст. Также видны ее талия и блеска в самый раз, мне кажется. Угу. Так как я предпочитаю больше, наверное, такого эксцентризма, необычности, наверное, я бы не одела. Угу. Но я знаю, что, Дин, вам есть к чему стремиться. Спасибо. Образ достойный. Да. Провожаем модель и дизайнера Дина. Спасибо. На подиуме приглашается следующий дизайнер Сииль и ее модель. Сииль, получилось очень страстно. Ну, расскажите, почему именно такой образ вы выбрали для красной ковровой дорожки? Здравствуйте. Просто я сама люблю, чтобы было и женственно, и в то же время немножко грубости. Так как я люблю вот это все, я добавила женственности, это красное, чтобы и в то же время было сексуально, и вот вы, чтобы открыто было, и немножко черного, черного, чтобы было немножко графики. У меня вот поездки идут, они такие специальные. Прямые такие, чтобы создавать, длинный, какая-то графика, чтобы играть от чудо. Что скажете, Климир Беттамиша? Ну, в этой модели мне не хватает просто тайны. Слишком все откровенно. И, конечно, здесь присутствует фактурность с нежностью, с прозрачностью, с воздухом. И в то же время, может быть, с низом что-то вот слишком... Открыто? Нет, не то, что открыто, а слишком просто. Если вверх очень такой насыщенный. У меня получается акцент на коктей. Да, акцент, да, я понимаю, но, может быть, в выборе ткани и цвета тут преобладают у вас оранжевый, красный, розовый, красный. Я думаю, не сочетаем мы совершенно два тона. Вверх интересный, но где-то вот перебор есть и небольшие недостатки в том, что, я думаю, выбор нижней ткани, он неудачный. А они, что скажете? Вообще, есть какие-то, можно сказать, основные критерии красной ковровой дорожки. Сейль, вы, наверное, изучали, да, что красная ковровая дорожка, вот красный цвет, это считается очень такая, можно сказать, такая... Основная... Смодостаточная. Да, с красным всегда все бренды, там, мировые дизайнеры очень осторожно относятся к красному цвету. Мне нравится силуэт, мне нравится, вижу в вашем костюме есть нежность, легкость, когда модель ходит, у нее там, я не знаю, юбка летает. Все порхает. Все порхает, но мне кажется, что вот как раз-таки вот нижняя юбка, она немного дешевит. Может быть, я не знаю, какой-нибудь алый цвет или какой-нибудь, я не знаю, такая, например, Дубай, да? Вначале у меня задумка вот такая, чтобы она терракотовая и немножко передливалась к черному, так как я не нашла такой цвет, мне дышалось на красный цвет. Не знаю, верх, мне кажется, тяжелый, а вот книзу вот чего-то не хватает. Вот верх, он действительно смотрится, как бы, не знаю, дорого, роскошь, а вот шло-шло и не дошло. А Сена? Что скажете? Я боюсь обидеть. Неряшлива чуть-чуть, неаккуратно. Аккуратности чуть-чуть не хватает. И если вы сшили специально для Кыргызстана, мне кажется, это очень откровенно. Или там, или тут должно быть закрыто. Я не знаю, это мое увидение. Ну да, оно и медленность-то быть. Есть к чему совершенствовать. Лим? Сей, молодец, очень сексуально. Сюда не хватает, действительно, аксессуара, клатч. Мне кажется, это было бы очень круто с ним, кто собрал. И чуть-чуть, значит, причесывать надо было собрать. Так как у вас шлейф, у вас метащая, надо было его собрать. В целом, молодец, хорошо. Получилось классно. Есть к чему совершенствоваться. Будет лучше сегодня, завтра, всегда. Провожаем тебя и твою модель. Приглашается следующий дизайнер Айгерим и ее модель. Айгерим? Не знаю, мне кажется, тут без комментариев. Сразу переходим к рассказу. Почему именно такой образ? Здравствуйте, уважаемый жюри. Ну, красная дорожка, это не означает, не означает то, что нужно обязательно платье. Ну, я вот так вот вижу. Образ? Да, образ. И я пыталась создать женственный образ. И в то же время немножко добавила сексуальности вот этим вот рептиком. Гиперовым, да? Да, кружевным. Кружевным. Пыталась добавить легкость. Надеюсь, у меня получилось. Что скажете Ане? Ну, Айгерим, я могу сказать, что легкость есть. Немного сексуальности. Даже очень много есть сексуальности. Но единственное, мне кажется, все-таки на красную ковровую дорожку можно было бы добавить немного побольше блеска. И я могу сказать, что в вашем комплекте особо такой, я не знаю, праздничного настроения не вижу. Так у нас одеваются, вы знаете, да, в клуб, там, с друзьями собраться, поехал. Но это, мне кажется, предназначение для красной ковровой дорожки не совсем сошлось. То есть, может быть, если бы у вас брючки были, там, я не знаю, из поеда блестящей, там, с переходом, может быть. И техническое, наверное, у вас техническое исполнение не доработано. Да. Не хватило. Ну, есть к чему стремиться. В примере вы пишете, что скажете? Ну, образ довольно-таки нежный получился, трогательный. Пропорционально все грамотно. Единственное, действительно, он пустой. Немножко пустоват. И действительно, не хватает флирта. Интрига есть, а флирта нет. Все откровенно сильно. Асилия? Сейчас модно одеваться, как Ким Кардашьян или Кейли Джейнер, да? Вы, наверное, именно об этом и думали, когда создавали это. Нет, да, листала их фотографии. Я бы такое не одела бы. Ну, в целом, хорошо, но слишком открыто. И этот лифчик, он очень грубо смотрится. Грубо. Алим? Агирин, что я могу сказать? Здесь очень эффектно. То есть эффектности нет. Все просто, обычно. То есть можно было действительно доработать эффект. Нет, можно было доработать вниз. Вниз как будто пошла, и она очень пусто. Аксессуары молодец, хорошие смотрятся. Сережки, кладки маленькие. Ну, надо было доработать, Агирин. Раз вы дизайнеры, вы должны были показать что-то новое, да? То есть это все просто и обычно. Я думаю, Агирин учтет все советы. Не бойся добавлять свои образы яркости. Удачи и провожаем тебя. Окей. Спасибо. Приглашаем следующего дизайнера, Айбека и его модель. Айбек, вот такой образ трансформера у тебя получился в трех вариациях. Расскажи, почему именно это ты создал? Здравствуйте. Я вдохновлялся красной дорожкой церемонии Грэмми. Получается, образ певицы. Она, получается, проходит по красной дорожке со шлейфом, да, с клатчем. Прошлась так эффектно, да. И на выступление, получается, она может этот верхний шлейф убрать, убрать клатч и пойти выступать на сцене. Вот так. Да. Интересно. Что скажете, Грэммира Бутамиша? Ну, трансформация, в принципе, удачная. Идет какой-то сценарий, развитие. Вот. Но в самом силуэте, конечно, я тоже не увидела новизны. Вот. И восприятие, в принципе, интересное, но безвезюненькое. Вот так. А Селя, что скажете? Да, хотелось бы новизны, креативности. Я бы немножко убрала бабочку, наверное. Но в целом мне нравится. Она, эта бабочка тоже на кнопочке, она, получается, убирается. Убирается, да? Она, можно ее убрать. Молодец. Может, она плечо, да, куда-то? Да, она может на плечо, на эту сторону, на спинку. Она может и так, получается, быть, трансформируется. Бабочка тоже трансформируется. Тебан, да, трансформация. Еще мне нравится, как выглядишь сам ты, как дизайнер. Потому что, когда ты входишь, сразу смотришь на дизайнера и понимаешь, что от него ожидать. Что молодец. Стильненько. Да. Что скажет Алина? Айбек, молодец. В этот раз вижу что-то новое. Действительно, можно порадоваться. И на красной дорожке можно, как он говорит, прийти. Смело делать. Молодец. Ну, единственный момент, что не хватает, если кладши красного цвета, то есть губы, они должны быть в своем соответствии. В первую очередь. И, конечно, не хватает чего, сюда у вас макияж чуть-чуть не совпадает на стиле, образы. Поэтому надо было чуть-чуть доработать. А они что скажете? Мне сегодня очень нравится подход Айбека. Мне нравится его результат работы. Чувствую комфорт в этом костюме. Это все равно, что одеть на Селену Гомес, отправить на Грэмми, со шлейфом сфотаться, дать интервью, пойти выступить, потом снять банк, снять, там, я не знаю, Бельдемчи и идти тусоваться с друзьями. Все соблюдено. Мне кажется, Айбек очень серьезно подготовился. Я вижу, мейкап у него особенный, да, сочетание бижутерии, клатч. И клатч и сережки как раз такие, можно сказать, подчеркивают и идет совместная концепция вместе с дорожкой. Мне нравится. Мне нравится, как он сам серьезно отнесся. Он как джентльмен, действительно, который подает свою работу. Я сегодня в восторге от работы Айбека. Да, можно я еще добавлю то, что блеск вот здесь прям нормально. В первом, я говорила, что это слишком много, потому что то ли не сочеталось, то ли еще что-то. А здесь, мне кажется, нормально. Сдержанно, да? Все в меру. Образ получился очень креативный. Жюри говорит о отсутствии новизны, но мне очень нравится. Желаю тебе успехов. Надеюсь, что следующий образ будет еще лучше. Провожаем тебя. Улан. Образ получился очень красивым. Расскажи, почему именно это ты выбрал для красной ковровой дорожки? Именно, что образ Далджхтан был золотой цвет азер. Как раз у нас в тренде. Мне нужна космическая вещь, еще пирамида, мне всегда вдохновляет. В стиле Египта, да? Из-за этого именно хотел этот золотой цвет. Я хотел отличаться от других даже. Я немножко добавил авангардную, чтобы более эффектные. Да, детали, да? Да. Образ я хотел сделать еще круче. Нехватка времени. Да. Мы должны напомнить телезрителям, что у дизайнеров есть всего шесть часов для создания образа. То есть, естественно, они в рамках. Давай узнаем, удалось ли тебе создать классный образ. Что скажешь, Жирин? Я думаю, он отличается своим архитектоническим трудом. У него все модели очень архитектурные. И в этом образе он тоже следует своей идее. И где-то, может быть, попадает, а где-то не хватает воздуха. Вот в этом стиле. А так чувствуется и Египет, и чувствуются и фараоны, и чувствуется гламур и космический образ. И не хватает, может быть, аксессуаров тех, которые бы завершили этот образ. Может быть, даже в головном уборе. И легкости немножко не хватает. На самом деле, работа интересная. И по рисунку, и по членениям, по деталям. Я думаю, что он у нас очень интересно подает свои модели. Классно. Что скажешь, Насили? Улан очень четко и точно попал с цветом. Красная ковровая дорожка и золото. Это прекрасное сочетание. Чувствуется вот Египет. Египет – это роскошь, это богатство, это золото. Это чувствуется. Но единственное, фасон платья очень обычный. Техническое исполнение немного недоработано. Не хватает какого-то сексуальности, может быть, акцента на плечах, да? Не доработан еще образ девушки, мейкап, да? Ну, это, конечно, простительно, время, неуспеваемость. Но можно было бы доработать. Линии мне очень нравятся. Для нашего шоу-бизнеса, думаю, хорошо будет, пойдет. Но Кати Пари бы не одела. Что скажешь, Талим? Улан, образ получился очень классным. Желаю тебе успехов. Просто выше, выше и выше. Провожаем тебя и твою модель. Приглашается последний дизайнер Макс и его модель. Макс, это, наверное, твой стиль. Экстравагантно, дерзко, с нотками сексуальности. Расскажи, почему именно такой образ ты видишь на красной ковровой дорожке? Красная ковровая дорожка – это не только платье, не только блески. И в красной ковровой дорожке я вижу побольше секса, я скажу так. Потому что у меня изделие, оно сильно трансформируется. Она вот в верхней части, она может снять. Сейчас я вам покажу. И, как всегда, я побольше урока добавил. Мне кажется, мое изделие оденет самая смелая женщина. Но мне кажется, для Кыргызстана, для нашего уровня… Это не формат. 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 Да. То есть ты хочешь перевернуть моду. Да, знаете почему? Потому что, когда сверху, ну, такая вот пончо или боннирушка, ну, чертопей, она больше закрывается, мне кажется, вот эта вот часть. Даже при ходьбе грудь особо не видна. Хорошо при ходьбе. И, ну, со стилем готика, рок, филинг, на посылку. Сексуаловый мистер. Все ясно? Давайте узнаем мнение жюри. Клюри Виктор Мишин, что вы скажете? Одели бы вы такой надолго. Ну, это как бы не мой образ, но в то же время это очень интригующий образ. И очень, как он говорит, слово сексуальность я не употребляю, но в этом есть большой флирт и есть некая тайна. Вот образ получился интригующий, такой магический. Вот. И он, может быть, даже как раз таки вот с этой накидкой он создает таинственность. Когда начинается вот трансформация этого образа, получается такая вот действительно вечеринка на красной дорожке, да? Ну, очень дерзко, смело. И действительно есть новизна, есть тенденции, соблюдает мировые, я вижу. И образ получился интересный. Молодец, Максат. Асилия, что скажете? Честно, мне нравится. Вот сейчас мои зрители, моя мама, наверное, удивится. Мне нравится что-то новое. Даже модель мне нравится, как она накрашена, аксессуары, короны. Это вообще все идеально. Что-то в стиле Дольча Гумана. Да, да, да. Да. Но я, мне кажется, чем другие дизайнеры, больше творчески относился к этому заданию. Да, ты мне очень понравился. И побольше деталей. От тебя веет творчество. Прямо молодец. Я в пранце забыл свой стиль, мне кажется. Молодец. Что скажете, Алим? Максат, молодец. Вот ты показал, что это реально круто. И доказал. Да, и доказал, что можно носить на красную дорожку. Такому же прийти, это самый крутой вариант. Молодец. Алим, ты бы сопроводил? Конечно, я буду. Такую звезду на красную дорожку. Конечно, я буду как раз тот день. Сопровождать. Кстати, модель идеально подходит к этому. Очень шикарно. Что скажет Алим? Я скажу, Максат, как я сказал, творчески отнесся. Он даже, можно сказать, художественно отнесся. Я вижу, от начала, начиная от кончиков волос, заканчивая обувью, все соблюдено. Мне нравится цветовая гамма, мне нравится силуэт. И это вообще действительно, это новшество. Вплоть до сережек, да? Лов. Написано, да? Действительно, лов. Хочется прям принести трон, посадить твою девушку. И вообще, я хочу сказать, Максат, тебе пора в Голливуд. Да. Да, действительно, это удивило нас. Кинематография. Наверное, здесь не поймут, да? В Кыргызстане не поймут, но в Америке, наверное... Ну, Максат, это будем считать, что он революционер моды. Революционер в Кыргызстане. Только некий переворот в мире моды. Воздушная пятерка. Максат, смотри, сколько слов похвалы. Провожаем тебя и твою модель. Образ получился очень крутым. Я тебя с этим поздравляю. Спасибо. Спасибо. Дизайнеры, вот вы и рассказали о своих образах. Сейчас вам нужно покинуть подиум, чтобы жюри огласила свой аппетит. Обсуждение жюри. Чем меньше конкурентов, тем легче выбирать аутсайдера. Некоторые жюри даже были не против одеть пару образов на красную дорожку. Долго обсуждали и в итоге сделали очередное решение. Уважаемые дизайнеры, на этой неделе кто-то из вас лидер, а кто-то из вас аутсайдер. Хотим на подиум пригласить дизайнеров. Макс. Айбек. Айгерим. И Си. Два дизайнера являются лидерами, а два дизайнера являются аутсайдерами. Айбек. Поздравляем тебя. Ты остаешься в проекте, потому что немного не хватило тебе для победы. Но все впереди. Я думаю, что последний шаг надо дожать. Присаживайся. Айгерим. На этой неделе, к сожалению, ты аутсайдер. На прошлой неделе мы дали тебе шанс, но, к сожалению, ты не смогла им воспользоваться. Поэтому на этой неделе жюри вынесла вердикт, что ты покидаешь проект. Я вижу, как ты волнуешься. Действительно, ты здесь нашла друзей. И, наверное, вне проекта вы обязательно будете общаться. Мы желаем тебе удачи. Я хочу, чтобы это был, наверное, просто твой очередной шанс, потому что в жизни у тебя должны быть еще более-более высокие шансы. Желаю тебе удачи в карьере, да и, наверное, во всех остальных планах. Спасибо. Провожаем тебя. Будь с нами всегда на одной волне. На одной волне моды. Спасибо тебе большое. Максат. Наверное, это логично, что сегодня, на этой неделе, победителем становишься ты. Поздравляем тебя с этим. Творческих тебе успехов. Очень много было слов Пахвалы. Я думаю, что на этом ты не остановишься. Присаживайся. Си. Наверное, стоять здесь сейчас для тебя удивительно в компании остальных дизайнеров. Но мы хотим тебе сказать, что ты расслабилась. Наверное, с виду последних твоих событий. Я просто хочу тебе сказать, чтобы ты дожала, потому что в тебе столько таланта. Ты не покидаешь проект. Ты остаешься. Поэтому я хочу на следующей неделе видеть шедевр на этом подиуме. Присаживайся. Вот вы и увидели образы для красной ковровой дорожки. На этой неделе победителем стал дизайнер Максат. Это проект-платформа. Я Алтная Мельбекова. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok